Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, мои любимые подписчики на канале YouTube Голова Садовая. У меня очень печальное лицо, потому что я стою около моей любимицы ягода, земляника садовая крупноплодная Купчиха. И с ней происходит что-то страшное. Вероятно, что все-таки эти климатические катаклизмы ни для кого не принесли пользы. Ни деревьям, ни кустарникам, а уж тем более ягодам. Сначала жара несусветная, а потом дожди беспрерывные. Конечно, ягода заболела. И заболела так сильно, что мне ничего не остается делать, как только ее срезать. У меня в руке серп мой любимый. Очень хороший инструмент, кстати сказать. И я буду обрезать всю ее зеленую массу, с которой она вышла весной. Зачем я это делаю? Да только за тем, что спасать ее каждый листик – это невероятно трудно. Поэтому я обрезаю ей зеленую массу, та, которая вышла весной и наросла летом. Я удаляю ее полностью, оставляю только ее розетки. Вот их я буду обрабатывать. А все остальное срежу под ноль. И обязательно нужно пролить мочевины, то есть азотными удобрениями, до такой степени 2-3 раза в неделю. Одна столовая ложка на 10 литров для того, чтобы эта зеленая масса снова отросла. Земляники не зимуют без листьев. Лук-батун не зимует без перьев. И вы это должны знать, давно уже должны усвоить. Ну, я начинаю. Делайте это аккуратно, потому что я прихватила усы. Вот этого делать я не должна была бы, потому что они мне крайним образом нужны. Я их оставляю, потом я их поставлю в воду для доращивания. Ягода великолепная, она мне очень нравится, она в этом году хорошо очень отплодоносила. Но вот это все удалить. Хочу, чтобы вы видели, как это делается. Все, что я делаю и показываю, вы стараетесь переиначить и сделать по-своему. Нет, мои дорогие, смотрите внимательно. Я стараюсь сделать все правильно один раз, чтобы не переделывать. Для того, чтобы обрезать ягоду, надо понимать, в какое время это сделать. Вот как только она отплодоносила, понимаете, как только, а это у нас июль месяц, а сейчас уже август. Но выбора-то нету, поэтому обрезаем и интенсивно кормим ее азотными удобрениями. Слышите меня? Обрезаем. Если усы нужны, оставляйте. Если не нужны, подхватывайте весь куст и удаляйте. Вот это все вы не будете складывать в компостные ящики. Вы не будете закапывать в землю. Вы это сожжете. Потому что здесь болезней хватит на гектар примерно. Значит, сейчас пришло время еще и рассадить ягоду. Розеток очень много. Некоторые из них укоренились. Можете брать любую из них. Хоть первую розетку, хоть вторую, хоть последнюю. Разницы нет. Генетический код абсолютно у всех одинаковый. Рассаживайте на здоровье. Некоторые говорят, а я ягоду рассаживаю уже когда холодно. Девочки, когда холодно, нет укоренения. Понимаете? Это вам не лук, который с удовольствием корни выпустит, когда холодно. И не чеснок. Но когда не морозно. А ягода, когда холодно, она не укоренится. Поэтому делайте все вовремя. Я продолжаю уборку этой гадкой листвы. И прям ненавижу эти болезни. Удаляя больные листья, вот все и сразу на кустах ягоды, не делайте, как вы обычно это делаете. Вот по листику я больные листики удалила. А ничего, что остальные все, хоть и зеленые, уже заражены. Пожалуйста, удалите все, чтобы ничего не осталось. Обработка. Либо это нашатырный спирт 2 столовых ложки на 10 литров. Можете добавить несколько капель жидкого мыла. Либо это мочевина 1 столовая ложка на 10 литров. Которая не только, если опрыскать куст, она поможет ему избавиться от болезней. Но еще и даст возможность выбросить зелень очень хорошую. И нашатырный спирт тоже сработает. Потому что это азотистое соединение, я вам уже рассказывала. Оно прекрасно сразу же употребляется растением без доработки бактериями. Но от болезней надо избавиться. Срезать и лечить. Услышали меня? Продолжаем. И помните, милые и любимые мои, чем раньше вы сделаете обрезку, вот так, прямо все, все больное, тем лучше будет для ягоды без зеленой массы. Если она уйдет в зиму, она у вас весной не выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok